здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала сегодня я буду работать с матвеем матвея звук r мы ставили в течение нескольких месяцев если точнее 4 5 месяца мы ставили только звук и звук у матвея получился очень хороший вибрации языка у верхних слов дыхание правильное произношение слогов правильное тр 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 Тру, тру, тра, тру. Тры, тра. Тру, тру. Нет, тро. Хорошо. Дальше. Тру, три. Тру, тро. Тру, тро. Тры, тро. Тры, тро. Хорошо. Вы слышали, как Матвей чутко произносит каждый слог со стечением. Но, однако, вот изолировано в потоке речи, пока у Матвея нету этих слогов. При произношении слогов язычок хорошо вибрирует у вирсных зубов. Сейчас. Давай, повтори за мной стихотворение. Трое. Трое. Трубачей. Трое трубачей. Трубили. Трубили. В трубы. В трубы. В трубы. В трубы. В трубы. В трубы. В трубили. Трубили. Трое. Трое. Трубачей. 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 Хорошо. Повторение стихотворения про трубачей. Стихотворение, повторяя за мной, Матвей хорошо очень произносит. Ну, а сейчас будешь повторять земные слова. Трава. Трава. Трава какая? Зелёный. Зелёная. Вот. Говорит, трава зелёная. Трава зелёная. А ещё какая трава может быть? Засохшая. Ну, засохшая. А может быть высокая? Высокая. Или низкая, да? Скажи, трава. Трава может быть низкая и высокая. Трава может быть высокой-то, да. А вот если мы говорим, трава какая? Высокая. Или трава какая? Низкая. Понятно? Так, хорошо. Трамвай. Трамвай. Что такое трамвай? Это такая машина. Вид транспорта, да? Вот. А что делает трамвай? Возит пассажиров. Возит? Пассажиров. Возит пассажиров. Трамвай. А трамвай как двигается? Вот машина идёт по дороге, да? А трамвай? По рельсам. Ну, говори полностью. Трамвай. Трамвай ездит по рельсам. Трамвай едет по рельсам. Трамплин. Трамплин. Утро. Утро. Тропа. Тропа. Трофим. Трофим. А, Трофим. Трофим. А кто такой Трофим? Ну, это так зовут человека, да? Такое имя не встречал, да? Хитрость. Хитрость. Тростник. Тростник. Труба. Труба. Утруби. Утру... Утруби. Гитры. Гитры. Метры. Метры. Осмотры. Осмотры. Театры. Театры. Отрывать. Отрывать. А что можно отрывать? Бумагу. Да, можно отрывать бумагу. Произношение слов. Тоже Матвей назвал слова правильно. Мы обязательно выясняли назначение каждого слуха. А теперь вот повтори такое предложение. На траве не видно тропки. На траве не видно тропки. А как ты понимаешь? На траве не видно тропки. Почему? Потому что травой все заросло. Потому что травой. Потому что травой все заросло. Вот. Когда-то там была, возможно, тропка, а теперь ее уже не видно. У девочки пестрые гетры. У девочки пестрые гетры. 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 Это которые одевают на ножки, да? Пестрые. А как они пестрые? Ну, так, все разные, да? Они, может, и красный цвет, там, и синий, да? И белый. Пестрые. То есть, как разноцветные, скажем, да? Так, хорошо. А что у девочки? Или у девочки? У девочки. И гетры. Гетры. Вот. А гетры какие? Теперь полностью отвечай. Гетры. Гетры. Какие? Ну, какие они? Синие. Нет. Какое слово говорила? Ну? Пе... 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 Пестрые. Ну, пестрые. 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 Вот. Гетры. Пестрые. Это я... Мы с тобой учимся отвечать на вопросы. Я тебе задаю вопрос, а ты должен ответить полностью на вопрос. Не одним словом, а полностью. Понятно? Угу. В тетради много страниц. В тетради... Ну? В тетради много страниц. Вот. Где много страниц? В тетради. Ты полный ответ должен говорить. В тетради... В тетради много страниц. Вот. Чего много в тетради? Страниц... Страниц много в тетради. Один за другим матросы пробежали по трапу. Матросы пробежали по трапу. Матросы пробежали по трапу. Кто пробежал по трапу? Матросы. Я задала вопрос, кто пробежал по трапу, а ты тебе должен ответить. По трапу пробежали матросы. Матросы, хорошо. Где пробежали матросы? Где они пробежали? Матросы пробежали по трапу. По трапу. А как пробежали матросы? Ты забыл? Как я говорила? Один за другим. Вот. Только ответить нужно как. Я тебе задала вопрос, как пробежали матросы. А ты говоришь, матросы? Матросы пробежали один за другим. Вот. Один за другим. Хорошо. А в конце занятия мы взяли работу над предложением. Работа над предложением необходима для того, чтобы ребенок мог согласовывать все слова в предложении. А главное, чтобы он научился отвечать на вопросы полным ответом. Составлять предложения последовательно, правильно. Ну, вот такая вот работа по предложению была проведена с Матвеем. Я закончу свое занятие. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok